привет друзья так продолжаем изучать шаблоны проектирования и в этом видео мы рассмотрим такой шаблон проектирования как отложенная инициализация или ленивая загрузка если ты смотрел мой видеокурс по шаблонам проектирования по laravel то с данной техникой с данной механикой мы уже там сталкивались также если ты смотришь данный курс по шаблонам проектирования с начала и до конца то точно также тебе эта механика будет знакома мы уже это проделывали неоднократно и настало время выделить эту механику в отдельный шаблон проектирования с полным пониманием для чего это нужно и какие плюсы какие плюсы отнесет и какие минусы может нести итак на экране ты видишь копипаст из википедии определение что это такое прочитать можешь самостоятельно а я же перейду непосредственно к самой сути данного шаблона для чего он нужен у нас может быть некий класс некий большой класс но в то же время это не год объект это просто большой класс он выступает некой оберткой и свою работу логику он может делегировать множество разных других классов вариант номер один реализация такого класса это в конструкторе проинициализировать все вот эти вот дочерние так называемые объекты скрытые от клиента который будет использовать данный класс он не знает как она там все работает он не знает что у текущего класса там 10 под классов ему это не нужно то есть не под классов а классов которому которым он будет делегировать работу с помощью которых он будет в базу что-то класть что-то вычислять и так далее клиенту это знать не нужно он знает только лишь методы эти так вот мы можем в контроллере это все проинициализировать и каждый раз как когда какая-либо работа будет происходить какому обращение будет происходить какому-либо методу мы сразу же на лету все у нас все объекты есть сразу же получили данные отправили данные все это сделали но давай перейдем сразу непосредственно коду вот у меня тестовый класс лазин цилизей шин у него может быть множество разных методов в каждом методе либо он что-то сам может рассчитать отдать либо он может делегировать это какому-то либо другому классу если мы будем например да например вот у него один один одно один из методов есть получение пользователя получили предоставить доступ к некому не к никому пользователю мы можем в конструкторе его проинциализировать и в get user просто сразу отдавать эту переменную в чем сложность чем проблема проблема в том что данный класс он может вызываться в разных участках кода каждый раз он будет создаваться но не будет использоваться get user а будут использоваться какие-то другие методы да и получается вот эта инициализация она во-первых будет происходить во вторых при такой инициализации можем могут быть запросы к базе данных могут быть запросы к файловой системе могут быть запросы к кэшу и так далее да то есть какие-то дорогостоящие операции менее дорогостоящие операции но они в данном контексте они могут быть нам не нужны где-то нужны а где-то не нужны и данная механика данный подход ленивая загрузка lazy initialization он о чем нам говорит мы объект пользователя будем создавать только когда мы обратимся к этому пользователю вот когда мы к юзеру области обратились мы тут узнали посмотрели так у нас юзер про инициализирован то есть может быть не юзера какой-то объект который будет выполнять работу если он не про инициализирован не про инициализирован то мы его инициализируем и его отдаем при последующей при последующем вызове данного метода инициализация уже происходить не будет а будет отдан сразу нужный объект таким образом lazy initialization как я говорил он может быть большими у нас вот так вот такой вот конструктор может быть и это нам не выгодно да нам нас памяти с памятью короче надо работать немножко получше вот поэтому из конструктора мы все это вычис вычищаем вот таким вот таким вот образом для истории это оставлю и с помощью lazy лода мы это делаем так это что касается такого суррогатного суррогатного приема и когда мы вот на этой строке 265 обращаемся к get user это первое обращение происходит инициализация и отдает нам объект юзера мы получаем свойство name при последующем обращении инициализация уже не происходит получаем mail created at в этом мы можем убедиться посмотрев вот сюда и нет юзер у нас выскочила один раз это у нас и нет юзера но у нас было вот здесь в дабак баре ну и собственно получили результаты дальше это что касается суррогатного примера и напомню как это было реализовано ларавель как это было в курсе по ларавель у нас есть некий класс блокпост который представляет собой статью в блоге и у данного блог блог поста есть два свойства категория и свойства юзер они в данном случае оформлены как методы да если вдруг ларова не знаешь что объясню чуть они оформлены как методы но обращаться к обращение к ним будет как к свойствам и когда мы будем обращаться к данному свойства категория то есть мы создали блокпост получили его из базы данных да вот у нас есть класс блокпост изначально у нас вот по умолчанию не юзер не категории не проинициализированы они начинают они инициализируются и отдают экземпляр класса при первом обращении к ним при втором обращении уже все у нас уже есть полученный экземпляр класса блок категории или юзер и он уже отдается это плюс да потому что у модель блокпост она может категория быть привязка у него может быть к юзерам привязка а может быть еще и комментариям привязка комментариях там допустим там 500 комментариев да и когда мы получаем блокпост для того чтобы узнать например категорию или еще что-то узнать или тайтл слаг и и все получить да нам комментарии не нужны пользователь не нужен категории не нужно они нам не надо чтобы они постоянно подгружались нам нужна как раз именно ленивая загрузка это плюс когда у нас идет работа вот с одним классом с одним блокпостом то есть допустим на странице этого блокпоста это и данный шаблон проектирования он нам приносит пользу он позволяет нам экономить память минусы минусы данного шаблона когда у нас экземпляров класса блокпост может быть много на вот например вот здесь мы получили в погинаторе у нас 25 постов и вот здесь вот у нас идет перебор этих постов и и обращение к юзеру то есть инициализация юзера получение свойственное инициализация категории получения тайтл дальше при следующей итерации уже приходит следующий у которых еще пользователь и категории не проинициализированы и вот так вот 25 раз получается мы мы один сделали запрос получили все посты и делаем 25 запросов при каждой итерации по одному для получения юзера и 25 запросов для получения категории да это нам не выгодно вот в данном случае в данном случае шаблон проектирование лейзи лод не лази инициализация работает нам в убыток по памяти как это в лара вели есть обходной путь и когда мы получаем получаем блок посты 25 этих самых постов то сначала идет на запрос на получение данных постов потом мы говорим то что давай нам сразу же подгрузить для всех категорию и сразу же для всех подгрузи пользователей получается мы три всего лишь запроса делаем базе данных это вот обход лазил негативной стороны ленивые загрузки так называемая в лара вели жадная загрузка ну вот собственно а еще момент до совсем не обязательно то что это может быть инициализация кого-то класса это еще могут быть просто вычисления каких-то данных да например у нас есть объект ордер и у него есть какое-то свойство например full price или and and price and сумм до конечная у заказа может быть полная его стоимость какая-то конечная стоимость стоимость на основе товаров по их цене закупа и так далее да и какие-то очень много всяческих вычислений какие-то записаны в базе которые изначально рассчитались при создании а какие-то могут высчитать высчитываться на лету и точно также можно использовать lazy lot если нам нужно получить какой-то вычисляем результат вычислений они не обязательно до порождение кого-то класса точно также можно использовать lazy lot можно сделать не некую переменную и соответственно смотреть если она нул либо какой-то другой флаг в данном случае но у нас работает как флаг то соответственно мы проводим это вычисление если же нет то нет все в этом вся суть шаблона проектирования ленивая загрузка отложенная загрузка lazy lot спасибо за просмотр подписывайся на канал если еще не подписался хочешь поддержать канал ссылки где-то будут в описании всего тебе хорошего хорошего тебе дня пока